Переиграл и уничтожил, а не говорит. А это кто? Жопа моя, чётнёшка. Прикоптилась, по-моему. Слушай, а у меня, кстати, ёкарный бабай. У меня же даже лечилок нет. Ну, вот это слякоть есть. Вот это трава. Можно, конечно, лунные водоросли приготовить, хотя бы вот эти, да? А остальные это так? Фигня. Так, и чё, и где? Ну, они падают. Ну, да-да-да, они. Слушай, неужели все тогда сделать? Ладно, давай пока не будем, наверное. Вдруг они... У меня почему-то такое ощущение, что они кому-то пригодятся. Будет обидно, если это не так. Я примерно так же сказал, The Hero Slayer проходил. Блин, там... Мы когда в него играли, он был ещё таким, знаешь, ну как, не то что сыроватым, но там проблемы с балансом были. А Никич недавно запускался. Ну, собственно, я ему рекомендовала, рекомендовала, то, что поиграй, поиграй, тебе должно понравиться, то, что любишь рогалики. Он поиграл, ему прямо охренеть зашло. И я заметила, что там мы очень сильную игру поправили. То есть там и рандом подкорректировали, и вообще... Я думаю, можно заползти с другой стороны, господи... Это дневник Томаса. Прочесть записи. 0.37, допустим. Мой куратор приказал начать исследование технологий древних. Говорит, приказ исходит сверху. Я в предвкушении. Но не вмешается ли в процесс министр мира? Они же заботятся о том, чтобы мы не выходили из Средневековья. О-о-о. Мой куратор заявил, что исследования должны проходить... Мне кажется, уже ушли из Средневековья очень далеко. Мой куратор заявил, что исследования должны проходить строжайшие секретности. Говорит, с министрами мира сам разберётся. Я спросила, надвигается ли война. Он заявил, что нет. Твои исследования как страховка, вот и всё. Каждая страна принимает меры предосторожности, сказал куратор. Говорит ли он мне правду? Или лишь то, что я хочу услышать? Я нахожусь в затруднительном положении. С одной стороны, теперь я могу приподнять завесу тайны над нашей историей. Могу больше узнать о высших достижениях наших предков, об их жизни. С другой стороны, это чревато опасными последствиями. Могу ли я рискнуть всем, что будет довлетворить своё любопытство? Или же лучше усмирить его? Допустим. Крушители. Это металлические гиганты, населяющие пустошь. Когда они не спят, то ломают всё, что видят. И делают это исключительно хорошо. Эти существа наглядны доказательством того, насколько был опасен мир до пробуждения. Это я к чему? Мой куратор требует, чтобы я приручил одного из них. Лишь бы всё получилось. Я не предстою восхищаться этим существом. Его прочная металлическая броня способна защитить даже от града пуль. Он с лёгкостью поднимает танк. А многофункциональное носовое орудие позволяет стрелять как лазерными лучами, так и эми-гранатами. Ну охренеть. Это машина, созданная крушить машиной. По иронии судьбы, крушитель может навредить себе своим же оружием. Его могут подорвать собственные эми-гранаты. Вероятность низкая. Но это возможно. Если какой-нибудь идиот начнёт отбивать их битой. Ха-ха! Да? Вот для чего там груша висела, чтобы мы научились отбивать битой всякое летящее в тебе говно. Тогда эми-гранаты могут отлететь обратно в крушителя и взорваться. Это на несколько секунд отключит его защитные механизмы. Да о чём я думаю? Такого никогда не возойдёт. Это просто смешно. Крушитель неуязвим. Это даже не обсуждается. Но-но! Сегодня я отправила два письма. Первое. Нане в Панселон. К письму, как обычно, прилагались деньги. Несколько лет Нана присматривала за Рутея, чтобы я смог сосредоточиться на учёбе. И за это я ей пожизненно буду благодарен. А ещё она... Почему-то я, блин, читаю этот дневник и представляю перед собой что-то очень похожее на Элька. А ещё она печёт вкусные тыквенные маффины. С нетерпением жду, когда мне достаёт посылку с этими вкусняшками. Второе письмо было адресовано моей младшей сестре. Рутея только вступает во взрослую жизнь, а я в этой взрослой жизни уже обосновался. У меня замечательная перспективная работа, огромная лаборатория, даже фанаты имеются. К сожалению, среди этих фанатов нет женщин. Когда я покидал дом, то думал, что вскоре обязательно вернусь. Да, Элька, знаешь, до встречи с Тилем. Этого не случилось. Но, может быть, пора нашей семье воссоединиться? В письме я поделился с сестрой этой идеей. Но она была от неё не в восторге. Это ещё мягко сказано. Есть у меня подозрение, что всё потому, что она влюбилась в какого-то негодяя. Подляц! Кем бы он ни был, он не достоин моей сестры. Меня это немного подкосило, но затем я осознал, что моя некогда маленькая Рутея выросла. Теперь у неё собственная жизнь. Возможно, и мне стоит заняться своей. Во-во! А потом случилось тебе. О, тыквенный маффин. Тихо! Бери, бери броню! Доспите! Бери! Ой, боже, боссы. Так. Слушай, ну у него тут уютненько. Насколько это вообще? А-а! Поздравляю в своём усердии добраться сюда, вы превзошли всех прошлых кандидатов. Последний тест собеседования с мастером Томасом. Прежде чем войти, воспользуйтесь нашим предложением. В одной из комнат висит боксёрская груша. Вы можете побить её, чтобы сбросить стресс. Ха-ха-ха-ха! Что ты говоришь?! Что ты говоришь?! Что ты говоришь?! Что-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то. Удачи. Сбросить стресс, говоришь?! У меня глаз дёргается после этой твоей биты. Слушай, ну... Лечилок чуть больше, чем нихера, если честно. Ну тыквенный, ладно. Вот эти чуть-чуть. Ну, по идее, если мы не будем прям совсем фойлить, нам должно этого хватить. Но я бы не рассчитывала. Вообще, конечно, мы должны уложиться в это. Ой, ёпп, дедра. Ты пересёк черту. Мы этого и так не оставим, Томас. А, это та самая, что ли, которая у нас на крыше сидела? Или нет, подожди. Вот этот справа, он сидел на крыше... трактира в пасеке. Вроде, да? Или они вместе там были, я уже не помню. Спокойствие? Только спокойствие. Давайте договоримся. Ты нарушаешь закон. Выпусти нас немедленно. Где министр Эрл? С ним всегда можно было договориться. Его посадили за взятничество. Серьёзно? Удивительно. Ну, удивительно не то, что он брал взятки, а то, что его посадили. Натуральный Нил, да, кстати, я тоже об этом подумал. Тихо, здесь кто-то есть. Девушка, беги за помощью. Этот сумасшедший держит нас в плену. Не удивлюсь, если в каких-то пошлых целях. Ты привела подкрепление. Моё уважение. Это Никич, что ли? Жаль тебя расстраивать. На девчонке так просто меня не остановить. Вперёд, крушитель. Взять её. Ломай, 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 ломай. Может, что-то есть. О, слушай. Забейте. Подвинься, пожалуйста. У-у-у-у-у, первый театр, как с тобой общаться? Выплюнь меня. Охренеть, просто унижение. На все деньги. Потому что мы с Эмми гранатой, у меня что-то... Ну, нет, нормально, нормально. Надо просто на каком-то таком расстоянии стоять. Ой, хп-то у него вообще не о чём, на самом деле. Поесть, что ли? Нет, давайте, слушайте, умрём. У него прямо, слушай, на три гранаты хп. Надо только как-то постараться. Да-да-да-да. Да-да-да. Можно как-то скипнуть всё теперь, да? Надо только вот после лазеров вставать так, чтобы прям никуда прыгать не надо было. Блин. Почему-то я нажать нажала. Но чё-то не сработало. Анатолий промахнулась-то. Чё-то как-то странно. Она в какой-то момент то ли перестаёт... ...замахиваться или я настолько не попадаю. Ну, чё-то странно как-то. Не знаю даже как объяснить. Просто ещё не видно, плюётся он там или лазера фигачит. Ну, вот это очень странно, слушай. Я вроде нажимаю, когда она рядом, эту биту, но ничего не происходит. То есть она не... То ли... Как будто бы она вообще биту не достаёт, потому что даже вот эта анимация... То ли... Я не знаю, короче, как-то объяснить, это очень странно. Я вообще не понимаю, что происходит. Я нажимаю биту, когда эмигрант рядом со мной. Но она как будто бы не бьёт. Я вот не вижу просто вот этого даже замаха. Там какая-то фигня происходит и всё. Очень странно. Мне тут было больно, пока не поняла, что биту отбивать гранату можно. Блин, в записке же сказано, типа, что можно. Что нужно. Другое дело, что я жму и... Не работает. Хитбокс какой-то, он в минусе, по-моему, этот хитбокс. Вот, я нажала сейчас, вот этой анимации вообще не прошло. Она как будто бы уперлась, эта граната мне в лоб, и ничего не произошло после этого. Не знаю. Как-то объяснить это. Вот, 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 опять вот эта хрень произошла. Такое ощущение, что в какой-то момент она просто отказывает... Что? Ты так тоже умеешь? Она отказывается просто нажимать эту дурную биту, и всё. Это очень странная хрень. Ненавижу эту биту. Ахренеть, что? Такое ощущение, что как только она касается меня, её уже отбить нельзя. Видимо, когда я... Ну, я её пытаюсь отбить после того, как она прям вообще упрёт в меня, эта громадка. Не, ну забей. Можно как-то заранее, что ли, это всё. Собой будет легче отбить. Ой. Очень странный какой-то момент. Вот, если она упирается в тебя, эта граната, вот, и она краснеет, её всё, её отбить уже нельзя. И вот почему мне казалось, что анимация не проходит. Она действительно не проходит. То есть надо бить как-то наперёд. Ну, тихо. Но при этом, учитывая, что убитый хитбокс... Как писюнка-марика, я не знаю, очень-очень маленький. Мне было понятно, что гранатами его фигачить. Просто почему-то думала, что отбивать их нельзя. Сразу взорваться. А вот интересно. Здесь же наши гранаты не будут работать, да? Вот, вот, видишь, она краснеет, и всё. И вот всё, бита уже не работает. Забей вот. Просто забудь, что она у тебя есть, эта бита. Вот это бесит. Почему он меня задел? Хитбокс этой биты, это одна из худших вещей в этой игре. Как по мне, ненавижу просто. Отвратительно сделано. Нет, можно помирать уже. У него хп-то, блин, ни о чём. Но хитбокс настолько ублюдушный. Что просто забей. Это несколько раз должно фактически повести, блин. Подгорает, конечно, в такие моменты. Прыжки легче, наверное. Да наоборот, я когда прыгала, я не попадала, потому что, ну... Чё-то как-то нет. И в итоге у меня как-то получилось просто её отпульнуть, и нормально было. Вот я нажала сейчас заранее. Ты думаешь, сработало? Нет. Причём он был в зоне действия вот этого Эми, вот этого фигни. Эми Поля. И сработало на него? Нет. Потому что что? Потому что я не от... Не это самое. А он и так, кстати, урон получает. В смысле? Ты и так, что ли, урон получаешь? А! А-а-а! Ну, 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 как бы получаешь... Что за уродство, блин? Ну, это нормально, нет? Потрясающе, конечно. Ну, не, он получил урон, но очень мало, конечно. Не, надо, конечно, отбивать, желательно. Не, здесь можно его своими гранатами закидать. Ну, у него там ХП реально на две Эми гранаты, в принципе. То есть, два раза его застанется и просто подбежать и ему дохать. Другое дело, что Эми гранаты, конечно, с ними прям проблема. Мне кажется, нам надо было тогда ещё лечиться просто и всё. Очень не хотелось. В тот раз как-то нормально отбилось, а сейчас какая-то жопа пошла. Да. Ну, честно. Слушай, ну вот это, вот это, вот это равно, конечно. Слов цензурных нет, чтобы дописать. Я вот нажала, я нажала, блин, эту биту долбу намного заранее. Намного заранее. Заранее, просто заранее. Понимаешь, чтобы, когда эта штука вылетает, чтобы я сразу её и ударила. Вы думаете, что-то произошло? Нет, блин. Она что-то там рукой махнула, а самой биты не было при этом. То есть, полный игнор. Я не понимаю, почему это происходит. Почему я нажимаю заранее? Я нажимаю заранее, понимаешь? Почему она не работает заранее? Ещё этот долбанный Эми гранат даже не выскочила из него. На жугу попал. Я намного раньше нажала, я тебе ещё раз говорю. Как раз таки, чтобы в голову не попало. А в голову она попала, потому что не сработала анимация этой сраной биты. Хотя я нажала заранее. И вот это вот вызывает очень много вопросов. Очень странное дерьмо. Примерно такую же странную и отвратительную, как прыжки жопой вперёд. Такие моменты очень сильно раздражают. Блин, здесь как-то решилась. Да, поехали. Такой бомбочкой. Да неудобная его бомбочка. Он сам этой бомбочкой в меня кидается. Просто, что за херня дикая. Просто вот, вот, ну... Чуть ближе подойти. Да ближе там она вылетит и прямо мне в лицо. Как в тот раз-то получилось нормально? Причём я чё-то взяла и оно сделалось. Сейчас делаешь, блин, не работает вообще. Даже анимация не проходит. Зачем так усложнять с ним бомб? Потому что я хочу, блин, убить его с помощью этой мигранда. Я не хочу вокруг него скакать и этими бомбами кидаться. Учитывая, что он кидается ими в меня же. Он их перехватывает и кидается. Ты в прыжке отбивала. Я сперва попробовала в прыжке. Ну, у меня чё-то там не получилось. Потом я ещё раз ударила и у меня получилось. Вроде бы. Видишь? Вот тут как бы... Надо, чтобы оно максимально близко. А когда максимально близко... Издевательство. Оно мне уже в лицо летит. Да как я пры... Ёб твою мать, я нажала прыжок, чтобы его перепрыгнуть. Он меня... О, здесь хитбоксы, блин, как в сикера. У какого-нибудь вот этого красноглазого уродца. От которого ты увернулся, а он тебя всё равно зацепил и телепортировал тебя к себе в руки. Знаешь, вот эта вот херня начинается. Кусок головы, блин. Дичь. У него хп-то, господи. Тут самое бедное. Вот видели, я сейчас сделала как бы анимацию вот этого удара, но удара самого не было. Ну, то есть вот её движение было... Её движение было, а биты самой не было. И вот эта херня постоянно происходит. Точно странно. Дикий какой-то больной ублюдок. Где моя бита, когда она нужна? Может попробовать отливать гранат со стола? Да, блин. Суть-то не в том, что она как бы там выше или ещё где-то. Суть в том, что она просто типа не работает. На стол это ещё... Не факт, что долетит до него как будто граната. Вот, вот где? Вот видели? Два раза махнула рукой. Не было этой гранаты. Ой, биты. Он сейчас в меня этим говном кинулся. Ладно, не кинулся. Не, ну здесь-то понятно, почему она не попала. Потому что оно было наверху. Всё понятно. Странно, что не взял, кстати. Что-то он быстро оклемался. Подожди, в прошлый раз было дольше! Ну забей. И поймать точку, в какую она будет отскакивать. Да, но видишь... Тяжело, конечно. Потому что как только ты там более-менее в её зоне оказываешься... Она краснеет и всё. И пойди ты там... И ты... Бляха. Ты бьёшь как бы в зоне, когда уже вот неплохо бы? Ну чё-то как-то не очень. Граната даже близко не коснулась биты. Я в курсе! Я уже машу просто, чтобы показать, что где бит это моя. Почему она пропадает, в принципе? Просто когда она летит уже прямо перед моим лицом... Вот сейчас повезло, не знаю каким-то чудом. Она почему-то успевает раньше в лицо мне влететь, чем в биту. Можно вот все остальные разы так же? Слушай, а почему в прошлый раз, когда мы ему эми гранату кинули, я ему сняла прям очень много хп за несколько тычек? Так тайминг... Ну так в курсе, что тайминг... Ты не слышишь мою претензию. Во, а сейчас начало работать внезапно. А чё случилось? Мы починились? Сосибин! Вот сейчас не сработало. Ай! Ааа! Ааа! Не, ну сейчас я его полечилась, если честно. От греха подальше, опять с вот этим вот говном драться? Чё-то не хочу вообще никакого желания. Заметили, что сегодня, когда я психую, у меня получается лучше всего, да? Сика, ты издеваешься? На рейджи просто, да. На жопной тяге. Берсерк сегодня, походу, да. Это было великолепно! Как ты... Если бы мне кто-то рассказал, я не поверила бы. Что же? Это мы позже это обсудим. А сейчас, пожалуйста, уходи отсюда. Ля-ло, я действительно... Тайминг! Еее! Передаю привет киборгу и тебе привет, Тина. Маханатый. Спасибо большое за сто миллилитров. Блин, валерьянки, походу, дело. Спасибо огромное. Спасибо большое за поддержку. Киборг передает тебе привет с того света. Я с этого. Спасибо большое. Ты обуздала темную силу, да. Вообще замечаю, что у меня боссы в этой игре забиваются исключительно в состоянии рейджа. Да? Походу, я в том же лагере. Ой, что-то она там про дурь сказала. Ну ладно. А можно пойти сохраниться, простите? А то вдруг и заставят потом опять вот это вот мочить. Не хочу. Ну куда пропадала бита, это вопрос, конечно, потрясающий. Потому что она много раз была вот достаточно близко от меня. Я нажимала заранее, вот когда вот она подлетала ко мне, вот ровно так же, как и в этот раз. Но бита пропадала, и вот этого всего не происходило. Никакого отфутболивания. И это вопрос. Вместо этого, как бы, происходило влетом граната в лицо. Вот значит как. Ты прорвалась через все линии защиты. Я часто задумывалась, какими будут последние минуты моей жизни. Я буду объят страхом. Или буду стоять гордо, как дерево. Мальчик-дерево. Ты избавишься от меня. Но стремительное течение прогресса тебе не остановить. Пока люди тянутся к истине, они будут вам противостоять. А еще? Ты? Ты вообще ни капельки не внушаешь страха. И как мне, по-твоему, относиться серьезно к своей надвигающейся гибели? Ха-ха-ха. Так это было просто недоразумение. Господи боже мой, я-то думал, что ты хочешь меня убить. Уж простит, что она отравила на тебя крушителя. Мне нельзя терять видительности. Опасность поджидает на каждом шагу. Блин, он действительно похож на Нила, да? Вот это вот. О боже мой, конец мира. Что же делать дальше? А потом... А! Фигня! Это все не так серьезно было, как казалось. Знаешь, что... Пафос. Вот этот... Как сказать, ситуативный. Приходится принимать меры предосторожности, знаешь ли. К слову, поверить не могу, что это уничтожило моего крушителя. В его системе была какая-то неисправность. Ну и ладно. Как там деревня? Как там Нана? Рутея здесь с тобой? Рассказывай все. Да-да-да! Сейчас сейчас расскажу. О! Все жители деревни похищены. И Рутея тоже? Моя дорогая, любимая сестренка. Эти похитители сестер не на того брата напали. И вот, Рутея. Я иду за тобой. Да куда ты пойдешь? Эм. Хм. Давай не все сразу. Я разбираюсь в големах. Вижу, ты принесла его голову. Дай-ка я ее осмотрю. Ммм. Интересно. Любитель подумал бы, что голова принадлежит обычному голему. Но я далеко не любитель. Я вижу, что она часть иной технологии. Во-первых, вместо механического мозга здесь антенна. Голем спроектирован так, чтобы управлять им дистанционно. При этом голова способна перемещаться отдельно от тела. А эта штука? Я даже не знаю, что это. Какой-то телепорт или проектор. Я бы сказала, что все големы, созданные древними, не идут ни в какое сравнение с этим. Вот что еще странно. Его сконструировали так, чтобы он казался максимально устаревшим моделью. Но зачем? Ретро. Ретро-стайл. Думаю, если мы его починим, то получим ответы из первых уст. Все в порядке. Только голосовой передатчик под настрою. Люди зачастую недооценивают насильственные методы. Но не я. А теперь заменю эту сгоревшую штукенцию. Все. Готово. Так. Ты управляющий големом. Молви слово. А, алло. Вы меня слышите? Я так рад. Как же здорово снова говорить. Кто ты? Инопланетянин? Меня зовут Барт. И, да, я инопланетянин. Невероятно. Теперь из списка моих планов на жизнь можно вычеркнуть пункт. Встретить представителей инопланетной цивилизации. Я всегда подозревала, что вы существуете. Но теперь у меня все же есть доказательства. Хотя Барт слишком приземленное имя. Я думал, будет что-то покруче, типа Ксилитоп. Почему ты на нашей планете и почему ты похитил жителей деревни? Не похищал я ваших жителей. Если что, я прибыл предотвратить похищение. Я хороший инопланетянин. Послушайте. Время ограничено. Вашему миру грозит опасность. Сейчас к нему приковано внимание других миров. Некоторые хотят его уничтожить. А другие, как я, защитить. Наши действия определяют судьбу всего вашего мира. Хотела бы объяснить вам все подробнее, но это подождет. Действительно, почему бы не подождать? Пожалуйста, отнесите меня к правителю вашей страны быстрее. Ого, с ума сойти. Что-то подсказывает мне, что мы должны его послушать. Так уж вышло, что король мой босс. Так что я без труда добьюсь аудиенции. Снова попахивает Элька. Гейл, что думаешь? Ну, не знаю. Даже не знаю. Ну, давай к королю. А что делать? Королю? Кстати, он в Дее. Это на восток отсюда. Пуньк. Они вошли в меня. Оба. Ужас какой. Калорийная слякоть. Еще одна. Хорошо. О. Мы высосали это помещение. До конца, да? Что? Вы двое сговорились? Черт, как же так? Ага, прости, Флорет. Придется тебе подождать. У нас важное задание. Может, это он так пытается личную жизнь наладить? Слушай. Ну, ты понимаешь. Не оставляй нас здесь. Что мы будем есть? Так, к слову. Люди могут жить на одной воде целый месяц. Ты не посмеешь. Успокойся. Арк вас накормит, пока нас не будет. О. Люблю покушать. Чем нас угостят? Калорийный слякотью. Это особый напиток, который содержит в себе дневную норму питательных веществ. Но особо не радуйтесь. Я ученый, а не шеф-повар. Ну, пока. Томас, вернись! А, ты не бросим. Окей. Если не в конце игры поженятся, я не удивлюсь. Привет. Может, Вадим побылся? Ну, слушай, через трубу. С другой стороны, а вдруг этот Арк что-нибудь скажет? А что, тут двери опять закрыты? Они спросили мне мой прогресс. Раз с вами мастер Томас Значит лето, что вы успешно прошли собеседование В этом случае Да, он же робот В этом случае примите мои поздравления Кстати, я заметила у вас лишний синий медальон голема Разве он вам больше не пригодится Я бы хотела обменять его на блестящиеся синяками Блин, а если бы мы там бой прошли Наверное, у нас бы еще один лишний был Человеческая одержимость блестящими вещами Вызывает любопытство Блин, а мы же там одну штуку Мы бой-то там не прошли А там, наверное, тоже лунный камень был бы, да? Или еще что-нибудь А можно его пройти? Или там закрыто сейчас будет Такая же сомнительная радость Я могу Эй, блин, сколько ночи? О, камон О, это было близко Сика О, нет Ну нет, это можно Одной гранаты достаточно должно быть Другое дело, чтобы попасть в этих собак Проблемы Давай, мы замочили робот Мы замочим их Битые Ага Ладно, минус одна Черт, не успел кинуть Не в ту сторону Боже, как она мне бесит Со своими разворотами Которых нет Да не в ту сторону Как это раздражает Когда она не разворачивается В ту сторону В которую ты идешь Это просто Кем это придумано? Я замочу их Я сгорю, но я замочу Ну… … О'кей Вмуда, если я не могу Комиссия. Ах, кем он! нет не выходи ты шо с ума сошла сейчас бы прикинь она вышла пиларх да ну да бляха ты бесишь меня маленькая одна вот летает падла как комар знаешь вот самый надоедливый нет я не сдохну на тебе мразь я не уверен что я буду попадать не в этой рогаткой там по 3 единички она снимает да ёппер найти а тортану я просто еще жду пока она развернется лицом в нужную ни сторону понимаешь даже не могу кидать Ах, нет, не смей умирать. Я готова сожрать всё. Не уйду отсюда без твоего труба хладного, понятно? Маляха. Слушай, ну рогатка это не вариант. Классно называю. Какое говно. Уже она специально что ли? Летает как можно выше. О, она была так близко. Ну рогатка я не представляю, как это говно махнет. Просто... Просто... Говно кусок. Ну если только вот так, да? Пипец. Душнина. Я умереть, так если бы здесь была бы смерть от падений. Это как в Дарк Соулсе, знаешь? Здесь интересно, можно умереть, будучи придавлены лифтом? Наверное, да. Не будем проверять. Ух, чё-то жопа прямо приполыхнула на этой локации. Чё ж дальше-то будет, боже мой. И не надо ставить смайлики Малюта. Так, да-да-да. Так, да-да-да. Недаляем гормон. Так, да. Теоретическая одержимость, да-да-да. А, вот у меня есть ещё фиолетовый. Ведь это то, чего жаждет люди, да-да-да. Кстати, я заметила вас лишний красный. Он не красный, он фиолетовый. А всё равно вам лишний пригодится, да-да-да. Блестящийся не камень, да-да-да. Хорошо. Ещё один лунный камень. Не знаю, стоило ли это того. Слушайте, а для чего эти лунные камни нужны? Их же не продавать, да? Для чего-то... Для чего-то другого. Потому что вот они. В вашем распоряжении 16. Это подозрительно, потому что оно вот рядом с хпшечкой и стаминкой лежит. С деньгами. Это, наверное, тоже какая-то... О-о-о! В другом мире валюта какая-нибудь, да? Какая-то особенная, за которую дают оружку какую-нибудь. Ой. Так, куда нам там... А что там написано? А, какая-то хрень там написана. Полупрозрачный синяк камень. Говорят, что он был основным компонентом древней технологии. Ценит среди энтузиастов за свою красоту и способность светиться в темноте. В вашем распоряжении 16. О, какая милая деревня. Здрасте. Тебе интересно, что в этом загадочном доме? Называют его Геодом. Местная база Гео находится чуть дальше к востоку. Она прямо у реки, не пропустишь. Подойди к стойке регистрации. Там тебе все расскажут про испытания. Испытания... Испытания, какие испытания? Почему опять испытания? Почему просто нельзя меня на базу отправить на квест? Я сам член Гео, я тут уже близок к разгадке. Еще пару дней разоберу. Опять, кстати, этот. Ну, вот этот, короче. О, знакомые все лица! Смотри, сидит наверху. В затылке верни. А наверх можно как-нибудь? А, старая добрая природа. Стоило выбраться из города, чтобы... Хотя бы, чтобы полюбоваться на эту мирную хижину. Я говорю, как так совсем не потому, что не могу решить эту загадку. Боже. Мне уже страшно. Так, а как к тебе запрыгнуть? Мужик, подай голос. Здесь так красиво. У того, кто заботится об этом месте, вероятно, очень добрый характер. А, мы встретились вновь. Сегодня ты застала меня в прекрасном настроении. Принеси мне пять единиц жертвы, будь так любезна. В местной почве нарушен баланс питательных веществ. Я не могу творить свою магию в таких условиях. Спросить про жертву. У меня нет пять единиц жертвы. Да. Так, ладно, потом. Он потом обернется лицом к нам, и окажется, что он какой-то тоже неполно тянет. А какое испытание? Где? Куда? Какую загадку? В какое испытание? Ладно. Что за цветочек? Так, а что там? Это вот долина. Ладно, а что здесь? Пещерка, 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 пещерка. Слушай, надо нафармить еду. Нет, 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 заметь. Кстати, вот этот мы сломаны. А если мы все-таки в него зайдем? Давай заколебали, ребята. В смысле, мы же их вожаем? В смысле, кого? Здесь, я думаю, спрайты бандитов одинаковые у всех. А-а-а! А, нет. Не так, что этот мост разрушен, по-моему, не? О, а, нифига у нас тут. Пока мост в таком состоянии, сомневаюсь, что кто-то решится пересечь его, видимо, с другой стороны сломан, да? С южной. Так какой смысл мне здесь торчать? Чтобы не зашла какая-нибудь я и не разграбила тут все. Хотя я и так это и сделаю. Мне ничто не помешает. Мыша. О, хвост, дрейк. Допустим. Ну, пойдем посмотрим на раздулбу. Не, 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 почему не верно? Ну-ка, подожди-ка. Подожди. А, внизу. А как вниз? А, внизу. Я и ошиблась, да? Какой интерес. Какая-то новая иконка. Что это? Дом? Сыграть там, чтобы открылась здесь? Любопытник, лично. Ну-ка, эта рыбка, насколько тяжелая. Алло. Бля. Прям под нос. Это жест опять будет. Ждем отдыхания. О, етить колотит. Да что ты такое? Ну, то реверсается, то нет. Ну, с реверсом это какая-то дичь. Никакого у нас, поистине, не хватает. Да что, что такое? Ну, такое, такое. Чувствую, я все-таки его потом отрублю, потому что что-то, по-моему, перебор немножко. Ну ладно, пойдем посмотрим, что там с другой стороны моста, как там все обломано. Так вот, там суда. Эхэ. Ну и вот че? И вот как? Она же игнорирует меня! Какую развернуть? Причем странный такой момент, вот этот лабиринтик типа. Слушай, а вот мне кажется или... Он как будто должен тянуть по этому лабиринту, а как ты себе это представляешь? Потому что если я кину откуда-нибудь вот оттуда сверху, она же не увидит эту что-то, правильно? А здесь она задом стоит, и она точно не увидит. Понятненько как-то. Единственное, что печально, мне сейчас придется в обход идти, потому что я не вернусь по верху. Скорее всего. Скорее всего. С ящика закину далеко и пойму его тянуть. Как ты себе это представляешь? Ты же понимаешь, что мы в разрезе смотрим на это, да? И я буду тянуть ровно наверх. Если здесь, правда, это работает... Ну, типа, подраз... Как сказать? То есть я представляю... Ну, возможно, я слишком хочу сказать, что это игра умная. То есть леска, по идее, должна за угол вот этой правой зацепиться, и эта штука должна... Ну, нет, нет, забей. Здесь нет вот такой логики. Я думала, невидимая леска, типа, зацепится, знаешь, за угол вот этого камня, и эта штука пойдет не налево, а вверх. Как это должно быть, как бы, по логике. Но нет, здесь логики нет. Она каким-то образом попала сюда. Э, в смысле? Алло. Да. Это очень странно, если честно. Иногда ты просто как бы... Ну, ты по-своему максимально воспринимаешь. Там, где, как сказать... Ты думаешь, что не сработает, потому что, ну, это же игра. А игра, наоборот, да, нормально сработает. Всё логично. Здесь, знаешь, видишь, далековато. А там, где, как бы... Ну, типа, по логике не должно сработать, оно работает. Блин, и вот это иногда, конечно, ломает мозги в этой игре. Ой, зря. Да. Да, я купернете. Я реально думала, что вот эта вот потенциальная леска зацепится за вот этот уголок. И, типа, ножовочка начнет наверх подниматься, а не в бок полезет. Потому что, ну, это странно. Я, правда, всё равно не дотяну. Потому что, ну, это очень странно. Ну, это очень странно. Никогда бы не подумал, что это работает. Будет именно так. Потому что, да, вот она должна упереться и всё. Ну, только раньше. По логике. Вообще, ну, ты что-то не предлагаешь. Очень странно. Не думала вообще, что сработает. Как понять вообще? Ну, короче, надо, как сказать, даже если тебе что-то кажется максимально странным, всё равно попробуй. Потому что в этой игре это может сработать. Подожди. Что там? О, люди какие-то. Слушайте, слушайте. Вы представители благотворительной организации. Нашу цель починить этот условный ос. Мы, граждане, должны что-то сделать. Пожертвуйте прямо сейчас. Просим, просим. Минимальное пожертвование всего 100 рублей. Ничего себе. Ну, давай. Благодарим. У вас доброе сердце. Дети завтрашнего дня благодарят вас. Мост завтрашнего дня благодарит вас. Я надеюсь, это не шарлатанки. Ох, только посмотрите на часы. Мы бы рады здесь остаться и поболтать, но нам уже пора. Тут уроды. Я только думала. Что ж. Я не вижу никаких мошенников. А ты? Эти ребята хороши. Мы имеем дело с профессионалами. Ну, ожидаемо, ожидаемо. Напомню, кого мы ищем. Парочку мошенников. Они представляются благотворителями, наживаются на доброте людей. Облапошили десятки людей. По нашей наводке они недавно были здесь. Кошмар. Уже пять липовых благотворительных организаций за месяц. Ну, знаешь, как говорят, у драков деньги не залеживаются. Ха-ха-ха. Действительно. Ну, это было очевидно. Но надо было проверить. Ничего, ничего. Мы потом их найдем и выбьем из них все в облак. Ну, давай. Там, по-моему, стежок, кстати, проходит. Да что ж тебе делать? Нет-нет-нет. Так, ничего такого. Гори с ним еще. Щас-щас-щас. Ну, вау. Так, ладно, что тут? Оу, вау. Вау. Это было гениально. Не, чтобы сверху положить, да? Ладно, я вижу. Так, а как? Тихо, подожди. Центр вверх. Нет, подожди, где у меня? Вот, вот это. Центр вверх. Вниз. Центр вверх. Вниз. А даже вниз будет делать, господи. Центр вверх. Вниз. Центр. Господи, вверх. Вверх. О, денежки. А это что такое? А, это же, это что такое, господи. Ну, неплохо. Все, тут больше ничего нет? А то ты что-то не сообразил. Ну, нет, здесь сразу видно. Ну, видишь, вот восприятие людское, да, вот кто-то сразу допехал до чего-то, а кто-то даже, возможно, не заметил. забавно, конечно. Я так делаю, не открывалась. Ну, может, ты стоял не около вот этого, она даже около вот этой фигни стоять. Прямо впритык. Напомню, кого мы ищем. Ну, да, 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 да. Не, ну, они все то же самое говорят. А с тобой, с тобой? Ну, ладно. Зацепок у нас нет, нам их не поймать. Кроме этой коробки с мятыми постилками, которые они, скорее всего, выбросили в спешке, пока угадали от нас. У лжецов вонючее дыхание ничего удивительного. Действительно. Если бы у нас была собака, ищейка, или любая другая собака, мы бы их выследили. Люблю собак. Жаль, что они такие редкие. Собака. Задействует магию в них вовоз. Да нет, зайди и попробуй. Мне прям даже интересно. Собака. А мы видели когда-нибудь собак в этой игре? Я его не помню. Такое ощущение, что видели, кстати, но это не точно. Правда, сейчас на этой стороне. Ладно, паром-то работает. Надо было бы сразу сюда зайти, чтобы потом не вот такие вот... Слушай, подожди, 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 подожди. Сколько у нас денежков? 117. Где там вход-то был, господи? Так, что тут арбалет? Сколько стоит? Так близко, так далеко. Можем, в принципе, в этот закинуть что-нибудь. Руду, да. Ну, она там чуть-чуть была, но вроде... Сколько нам за одну руду-то давали нам? Ну, нет. Привет, Гейл. Сюрприз. Я успешно покинула Уороборос и добралась до рынка Атая. Теперь я смогу стать танцовщицей. И возьму имя Примроуз. Погоди, дай мне собраться. Ну, как твои дела? Ух ты, тут муравийная тропа. Я не буду говорить, как я это прочитала. Это уже мысленно. Невероятно! Куда? Примроуз. Ну, это была своеобразная отсылка как-то пасу. Сразу видно. Канализацию? Не уверена. А помнишь, что там больно делали? Она ведь нам деньги должна? Да. Так, а в каком из вот этих путей канализационных было что-то хорошее, что еще требовало внимания. Метро открыто. Метро открылось! В смысле, блин? Оно было открыто? Подожди, нет, оно ж не было открыто. Оно было закрыто. Карл. What the fuck? А вот и денежки. Да, е-ка, подожди-ка, минуточку. Это другой метро. В смысле, другое метро? Я другого метра не находила. Я находила только это, но оно было закрыто до этого. другое метро. Ням! Куда ты поехала? Я не осмотрелась. Подожди, остановись! Секретная паутина. Даже пожарать можно из-за чего, правда. Не, ну есть эти водоросли. Блин, а водоросли, может, они только для еды, действительно, а? Ой. Так, и че? Так, и че? Так, и че? Так, и че? Так, ну тут мы вроде бы... А мы тут дудели? Здесь же вряд ли надо дудеть, да? Потому что просто тряпочки висят. А вдруг надо? Это не Телли башня, в которой мы в прошлом... Нет, не она. Глянь. Ах ты, мразь. Дудели, ну это просто за резко. А, не, 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 не надо. До свидания. Слушай, ну это прям такой шорт, Катик, нифиговенький. Так, господи, боже. А, мы находили, да, вот это метро, а то мы не находили, потому что до него доплыть же надо, а у нас не было круга. Мы вот это находили как раз. Угу, угу. Так, давай обратно. Уже прикольно. Столько секретов, блин, в этой игре есть, подумать, да? Страшно представить, сколько их тут на самом деле. Что еще тут есть? А вторую награду в лабиринте не забирали? Какой лабиринт? Какая награда? Неделю назад было, ничего не помню. Звук, господи. Так, ну, секретов вроде нет. Ты куда едешь? Лабиринт с оптическими людьми. Какой лабиринт? Что такое, господи? Что ты такое, господи? Нет! Нет, помогите! Валим! О, мой гад. Это правда, сколько ночи? Что это, блин, было? Что это? Что это? Что это такое? Зачем так больно? Фонарик еще, да, молодец! Чувак, что это? Что это такое? Я не знаю. Что это такое? Что это? На! Какое страшное было, не слышно. Там много таких, господи. Что за хоррор начался? О, нифига я их там. А как к ним? А как попасть? А-а-а! А, ну, подвинуть эту хрень, но сперва я их лучше убью. Не, вон еще один. Пипец, чудовище. Терминаторы. Посмотри на эту рожу! Просто, давайте мне встретишь такого. А-а-а-а! Помогите! Хорошо, хоть около выхода случилось это. Ты не умер там, нет? Ох, господи. Ты идешь на меня? Он кинул меня обратно просто. Так-то в смысле? Ты умер там, да? Нет, ты еще живой. Да в смысле ты живой? Так, окей. А как наверх? А, ну да, это штука же. Иди сюда. Ой, фонарик не надо. Блин, непонятно, где можно встать, где нигде. Так. Оу! Что если в таких местах даже лежат лунные камни, то они прям, наверное, дофига важны. Слышишь, вот сюда идти за одним лунным камнем. Это что-то прям серьезная фигня. Знаешь, мне нравилось, когда эта штука стояла здесь. Пускай она здесь и останется. Слышишь, как заныкали. Мало того, что вот в таком узком проходит, так еще охраняют. Как зенит сурок просто. Ну, окей. Сверху мы пришли. Здесь вот был сундучок. Мы его уже полутали. Окей. Так, правее. О! А-а-а! Да, мы видели это место. Мы сейчас через другой колодец вводим вот этот проход. Окей-окей. Так, а слева что? Мы видели вот эти фонарики. Все видели? То, что только с другой стороны, с другой стороны. Научились плавать и вот узнали. Так, а слева что было, я не помню. Боже ж, ну, что-то быстро темнеет-то. Так. Так. Допустим. Справа мои испытания прошли. Не-е-е. Слишком меня там, конечно, унижали. Надо бы. Да, я помню про арбалет. Сейчас мы туда исследуем. Больно очень справа. Прямо с моим уровнем хп. Там, конечно, нет уровня. Все хп зависит. Что-то сложненько. Так. Пойдемте за... Арбалетом. Интересно, кстати, вот эта девчонка, она в местный кабак-то уже переместилась на танцы. Как будто бы нет. Мы путешественники из далекой страны. Просто зависаем тут, никому не мешаем. Буду поверить, что Берди проиграла. Буду навещать ее каждый день, приносить все, что понадобится. Берди сможет выпутаться из этой передряги. Ее противник наверняка где-то схитрил. Камера. Так, ладно. Берди, интересно, сидит в темнице сейчас, ну? А! Уютная мягкая кроватка. Объяти хлопковых перин. Заживляет раны так, как сырая земля не залечит. Ну, нет, все то же самое. Мой сын пошел играть с новыми друзьями. Хорошо. А эти, интересно, ничего нового говорят? Песчаные дрейки, проглоты, бандиты уробороса. Они все ничто передо мной. нет, вроде нет. Ладно. Лотно. Хвоста нигде не вижу торчащего. Она либо куда-то в конкретное место переместилась, либо потом как-то. Где она еще может быть? шоколад. Что шоколад? Шоколад? Чего? Здесь, кстати, по-моему, в этом городе шоколад просил кто-то. Но я не помню, кто. Нужно купить, да дорого. Он стоит, мне нужен арбалет. Хотя, сейчас проверим, сколько он стоит. Вы получили гражданский арбалет. Из него можно стрелять. Нажмите ствол. Вооружившись арбалетом, стоя на земле удерживайте. Бэшечку наклоните стик для прицеливания. Отпустите кнопку, чтобы выстрелить. Блин, я даже не уверена, что это будет удобнее. Тут много кто еще просил, да. Так, арбалет посмотрим. Вряд ли он заменит мне полностью. Подожди. Где-то вот. А может и заменит, слушай. Не, может заменит. Ну, хотя, мне кажется, не во всех ситуациях. Так. А где шоколад? Это что? Патиссон? Нет. Это рулька? Это хрень какая-то? Это что такое? Колючий плот. Да, я вижу, что это не шоколад. А где продавался шоколад? Может, вы, главное, где-то видели? Можно оба спрятать. Я понимаю, что можно. Просто я к тому, что интересно, насколько полезна рогатка после, и вообще нужна, после приобретения арбалета. В этом плане заменит. О, кстати. потенциальный клиент. Как, думаешь, тебе хватит решимости потягаться с профессионалом? Да, 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 да. А, он только... Нет. Нет, он... Арбалет Вальт тоже должен был. О, святые угодники. Я сейчас все равно всру. Скринтик перебереть. Выносливость, вернись. О, святые угодники. О, святые угодники. О, святые угодники. Поздравляю, ты успешно пришла на чайный курс. Это достойная награда, выдержи. Уточка. Она кому-то нужна, по-моему, была, нет? Уточка сделана из эластичного материала. Она милая сама по себе, а еще и пищит, если сжать. Один раз она защитит вас от паралича после вражеской атаки электричества. Что? Резиновая же уточка. Рогатка все равно будет нужна. Ну, мне тоже кажется, что должна быть. Тоже, ну, следующее будет, я так понимаю, сердечко. Получается, самая вкусная награда, это лунный камень, лол. Прошел сейчас скал на 100%, ручки трясутся, глаза болят. О, поздравляю. Грац, грац. Слушай, ну, давай попробуем сердечко плутать. Что-то я сомневаюсь, что мне хватит выносливости. Вообще, что-то не верю. В продвинутом курсе мишени меньше двигаются быстрее. Набери 20 очков. Господи, я сейчас 10-15 там еле набрала. А какие 20? Кого? Куда? Куда? Ёптить. Ой, забей вообще. Уже в срату. Вынослись просто по нулям, мне тупо ее не хватает. Че так долго-то, боже, пугает? Сика. Мразь. Серьезно? Быстрее, пожалуйста. Можно? Нет, нет, нет. О! Ого-го! О! 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 Просто миллиметраж! Это было очень опасно. Все, господи, живем. Синенькая, синенькая, конечно, забей. Это потом как-нибудь. Когда вносливости побольше будет, я думаю. Ну, это было очень близко к провалу. Вот прям последние секунды. Ну, вначале я много фейлила, конечно. Вот, вот когда вот те три раза, да? Три попадания из трех, вот эти странные. Когда ты вроде не попал в одно, но попал в другое. Это просто, просто удача 3000. Второй раз мне бы так никогда не повезло. Это все математический расчет. Никакой удачи. Так, все-таки, конечно, очень весело. 100 рублей. Ее уже нужно, чтобы карман пришить. Это забей, конечно. Потому что мы уходим тогда, получается, отсидно. Блин. Надо было слева, наверное, выйти из города. Ну, ладно. Нет, ну подожди. Справа-то мы уже были. Давай посмотрим, что слева. Может, она туда убежала? Девчонка-трэш. Хвостика никакого не вижу. Да нет. Ну ладно. Так, что, что, что еще? А, ну да, снова пройти по вот этому всему. Ух, тут прекрасно. Она не здесь. А, девчонка, она вообще ушла, да? О-о-о-о! Эй! Это же фанатка номер один. Судьба свела нас снова. Боюсь, что у нас опять небольшие проблемы. Починка инструментов обошлась намного дороже, чем мы думали. И теперь нам нечем оплатить паром. Мы бы быстренько заработали деньги и музыкой, но местные сказали, чтобы мы вели себя тихо. И вешайте нос, друзья. Что я всегда говорю. С помощью любви, дружбы, небольшого пожертвования в 41, мы все преодолеем. Блин, а у меня как раз нет. Ну, да, че вам, че. Потом, потом, ребята. Слушай, ну мы могли бы, наверное, где-нибудь надыбать их, да? Ну-ка рыбу подавать нельзя. Все здесь. Надо запомнить, что они здесь сидят. Вполне неплохо, как по мне. Все еще нужен шоколад, да. Я помню, шоколад этих отвезти. Слушай, шоколад где-то продавался. Я тебе точно говорю. Либо я вообще наркоман, либо он где-то продавался. Возможно, кранится. Слева от Атая, да? Возможно, кстати. Мне кажется, в один из этих лесочков можно зайти. О, какой... О, нифига, какой город. Так, а это кто? Антикварнелл. О, коллекционер! Мы сбудем сейчас все вот это барахло. Да, да, скажи мне да. Ты не понимаешь, ты избранный? Не, спасибо. Я, пожалуй, пойду. Может, я чуть перебью мой палку? Ты! Я чувствую себя великий талант. Талант охотника за сокровищами. Но я забегаю вперед. Я Астрид. Приятно познакомиться. Гейл? Я обязательно запомню. Как видишь, я заведу небольшой музейной лавкой. Узри мою коллекцию. И опечалься. В основном это всякий хлам. Знаю, знаю. Однако недавно я наткнулась на кое-какие штуки, которые могут быть ценными. Достаточно ценными для музея. Их называют лунные артефакты. О, здравствуйте. Хочешь про них послушать? Послушать про артефакты. Давай. Я знала. Хорошо. Слушай. По всему миру. И во все века. Людям безумно нравились лунные самоцветы. И не только людям, но вообще всем. Даже монстрам. Они настолько любили лунные самоцветы, что увековечили их в своем искусстве и культуре. Лунные самоцветы стали национальными сокровищами. Используются во время коронации. И в шляпах тоже. Прелесть лунных самоцветов универсальна. Как смех. Если бы я открыла выставку лунных артефактов, то это собрало бы кучу людей. Я бы заработала состояние. Но важнее всего то, что лунные артефакты тесно связаны с нашей историей. Они наше наследие. Их нужно сохранить для будущих поколений. У меня уже есть инвесторы, заинтересованные в проекте. И мне нужно просто добыть больше лунных артефактов. У меня уже есть три узырей. Этот из скальных руин Тейлона с далекого запада. А этот я обнаружила в вулканической породе в Даругарне. Но этот я сделала сама. Я тоже решила внести свой вклад в историю. Конечно, всего из трех лунных артефактов в выставке не сделать. И тут появляешься ты. Я почувствовала в тебе великий талант к поиску сокровищ. Найди мне лунные артефакты, и я вознагражу тебе. Как тебе, партнер? Ну, посмотрим, посмотрим. Ура! Если найдешь лунные артефакты, не сей их мне. Я сделал, я нашел. Я заплачу столько же или даже больше, чем тебе даст утилизатор. И накину еще сверху.